здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин в этом видеоролике я хочу затронуть такой момент на винограде как вертикальная полярность винограда и как она влияет на развитие нашего винограда я вам покажу несколько моментов которые касаются именно вертикальной полярности и вы посмотрите как неправильные наши действия могут привести ну не совсем тому результату который мы бы ожидали и перед вами находится вот такой саженец винограда растет он вот такой кастрюли там приблизительно наверно 12 литров почвы этот саженец находился у меня в школке я его пересадил совсем недавно и казалось бы после пересадки все прошло нормально но тем не менее по какой-то причине мой саженец перестал расти то есть вот этот длинный побег но его длина сейчас приблизительно наверно 1 метр он перестал удлиняться вот перед вами основная точка роста этого побега как видно она практически не растет она не изогнута коронка то есть роста этого побега в длину нет и кажется что этот куст перестал расти но на самом деле это совсем не так если мы посмотрим вот эту часть смотрите здесь 1 2 3 4 5 здесь 5 пасынков которые активно растут у них смотрите вот такая загнутая коронка то есть все у них хорошо но сам побег не растет так по какой же причине перестал расти наш побег все дело как раз вот в той вертикальной полярности винограда так о чем же идет речь какое правило мы нарушили что привело вот к таким последствиям а все дело в том что на винограде очень активно растут самые верхние почки вот для этого саженца для этого куста винограда самыми верхними точками будут вот этот изгиб кроме того что здесь самая верхняя . здесь кроме того еще вот такой изгиб побега здесь немножко нарушается проводимость тканей именно в этом месте почки данном случае летние почки пасынковые почки начинают очень активно расти и смотрим вот после вот этого места когда побег резко уходит вниз здесь не развит ни один пасынок и поэтому вот если в таком случае мы хотим вырастить длинный побег но разместили его вот таким образом мы никогда в жизни не вырастим его длинным у нас будут активно развиваться вот эти пасынки которые находятся на самой верхней точке и для того чтобы возобновился рост именно вот этого побега нам нужно его поставить практически вертикально ну либо под каким-то углом например под углом 45 градусов и тогда вот это растущая верхушка получит приоритет по получению питания сюда будет направляться все питательные вещества и наш побег начнет расти в длине длину именно вот этой растущей верхушкой а вот эти пасынки перестанут расти многие виноградари когда высаживают свои первые кусты винограда у них отсутствует шпалера и просто вот побеги могут ну буквально лежать на земле и здесь опасность заключается еще в следующем давайте объясню еще один момент конкретно в этом случае мне не нужен вот такой длинный побег осенью этот саженец будет обрезан на три глазка вот смотрите 1 2 вот третий узел вот в этом месте я произведу обрезку и вот эти пасынки даже вот при таком расположении побега они мне собственно говоря не мешают то есть на этих пасынках есть листья есть листья на основных побегах то есть куст развивается наращивает корневую систему а осенью я все равно вот всю эту часть срежу но если вам нужен длинный побег не обязательно что это саженец вот первого года возможно это будет куст виноградой 2 и 3 года так вот при таком положении побега вы практически никогда не добьетесь очень хорошего удлинения побега но естественно всегда есть исключение когда кусты растут очень сильно я не рассматриваю эти случаи я рассматриваю нормальный среднестатистический курс и что здесь может произойти мы просто вот эти пасынки прищипнем на два либо на один лист как обычно это и делается но опасность заключается в том что после такой прищипки вот эта точка роста все равно не пойдет в рост а пойдут в рост опять пасынковые почки уже на прищипнутых пасынках и практически мы не можем нарастить этот побег в длину не наращиваем древесину на этом побеге а наращиваем только пасынки конечном итоге эти пасынки осенью мы еще и удалим это была так сказать вторая опасность третья опасность заключалась в том что если бы мы взяли и вот эти пасынки чтобы они нам не мешали полностью выломали и казалось бы после удаления вот этих сильно растущих пасынков у нас должна пойти в рост опять вот эта точка роста но куст винограда все равно сопротивляется нашим неумелым действиям так как у него по природе заложено развивать самые верхние точки роста а связано это с тем что в дикой природе виноград растет в лесах и для того чтобы добраться до солнца то есть до вершины наших деревьев ему и нужно развивать только самые верхние точки роста так вот если мы не изменим положение этого побега и удалим вот эти пасынки то с большой долей вероятности так как у нас пасынковая почка только одна у нас вот на этих узлах пойдут в рост зимующие глазки и несмотря на все наши старания нам не удастся вызвать опять рост этого побега в длину единственно правильным действием в этом случае будет расположение вот этого побега практически вертикально либо под каким-то углом при этом нужно стараться чтобы на побеге не было резких изгибов потому что именно на изгибах следствие небольшого нарушения проводимости будет провоцироваться развитие пасынков и зимующих глазков и вот я перенес этот саженец на виноградник подвязал основной побег вот так выглядит точка роста на сегодняшний момент все пасынки и здесь было около пяти штук я прищипнул на один-два листа то есть все точки роста в нижней части куста я удалил исправил положение побега сделал его вертикальным и посмотрим как наш саженец отреагирует вот на такие изменения я думаю что дней через десять сниму дополнительный ролик на эту тему а с вами был юрий и грудин до скорой встречи до свидания пока